Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня мы поговорим о безопасности на вашем рабочем месте. Обсудим проблемы во взаимоотношениях между начальником и подчиненным. Обсудим и другие актуальные темы. У нас в гостях руководитель Государственной инспекции труда Курской области Петр Шевелев. Петр Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. А вам я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. У вас есть отличная возможность получить консультацию нашего гостя по проблемным рабочим вопросам. Звоните в студию по телефону 70 35 15. Если стесняетесь, оставляйте свои вопросы на сайте 7info.ru в разделе онлайн-трансляции. Мы обязательно попытаемся их включить в наш эфир. Петр Сергеевич, Государственная инспекция труда работает в двух направлениях. Первая – это охрана труда, вторая – это правовая защита, консультация и так далее. Давайте остановимся на первом аспекте. Как пытаетесь обезопасить работников? Проводите какие-то проверки, выезжаете на предприятия, на что обращаете внимание? Ну, в первую очередь, если мы заговорили сейчас в области охраны труда, хотелось сделать отметку в том, что в обязательном порядке мы проводим надзорно-контрольное мероприятие в соответствии с 294-м федеральным законом. Мы проводим как плановые проверки, которые мы формируем план, заранее на год размещаем его на нашем сайте, чтобы работодатель впереди видел, что у него в следующий год его будут проверять, мог подготовиться. Ну, как бы, все это открыто. Данные проверки мы проводим в соответствии с 294-м законом, это плановые проверки. И в соответствии, конечно же, внеплановые проверки. Ну, в первую очередь, это же, конечно, проверки, связанные с расследованием несчастных случаев. Ну, результат наших проверок в чем? Не найти нарушения, не привлечь на сегодняшний день работодателя к административной ответственности, а выявить те нарушения на рабочих местах для устранения. В этом порядке мы обязательно выдаем, если выявляем нарушения, составляем акт, выдаем предписание, устанавливаем конкретные сроки для того, чтобы работодатель исполнил данное предписание. Берем на контроль, ну, если есть такие уже серьезные нарушения, да, которые несут за собой административную ответственность, ну, конечно, привлекаем работодателя к административной ответственности. А вы посещаете только такие опасные какие-то рабочие места, там, стройки, заводы, или все-таки и другие тоже? Нет, нет, Юля, нет, нет, мы как бы, нет, мы определенно, конечно, делаем определенные средства, в части того, где желательно побыть в первую очередь, но это когда сформируем план, мы смотрим там, где были раньше несчастные случаи, там, где были раньше жалобы, письма, заявления со стороны работников, да, а так, в принципе, форма собственности для нас и, как сказать, структура, как бы, в целом не имеет значения, потому что, извините, как и в опасных условиях труда работают люди, так, извините, и в булочни, там тоже работают такие же люди, и также там нужно выдавать то же самое спецодежду и соблюдать нормы требований охраны труда. А если, вот, например, там, ну, офисные работники, допустим, да, там же тоже должны быть какие-то определенные правила, там, не знаю, компьютер должен стоять, чтобы там излучения какого-нибудь не было, или свет падал, это к вам же, тоже к вам. Да, вы, как видите, потихонечку приходите к одному из наиболее важных вопросов в области охраны труда. Если мы проверяем, например, да, по охране труда, ну, начинаем с АЗОВ, это, начиная, приходит человек, это вводный инструктаж, и дальше все, как говорится, по списку. Но мы сейчас говорим о том, что безопасность на рабочем месте. Каждый работодатель, вне зависимости формы собственности, должен провести у себя на рабочем месте специальную оценку условий труда. это новый федеральный закон 246-й, раньше это называлось аттестация рабочих мест, на сегодняшний день это спецоценка. Для чего это существует, для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы работодатель мог определить у себя на рабочем месте вредные и опасные условия труда. В первую очередь, он определяет и делает определенные выводы. То есть ему надо привести в соответствие. То есть разработать план мероприятия для того, чтобы данный фактор устранить. Если это невозможно, то выплачивается определенная компенсация к отпуску или дополнительные финансовые, как прописано у нас по законодательству. Такую спецоценку обязан работодатель проводить. И хотелось даже отметить, что последняя тенденция лета, хочу сказать, что многие работодатели Курской области на это обратили внимание. Как будто уже видим на протяжении последних 10 лет, особенно вот этих 5 лет, когда у нас более буро начали проводить аттестация рабочих мест. Почему я это говорю? Потому что работодатель по завершению проведения, раньше аттестации, на сегодняшний день спецоценки. Я буду так говорить. Аттестацию мы уже забываем. Спецоценка. То по результатам они предоставляют его государственную инспекцию труда определенные материалы, где мы видим, сколько у нас на предприятиях работает во вредных, опасных условиях труда. И какая тенденция идет. И вот за что хотел отметить, что данные по спецоценку проводят не сам работодатель, а те организации, которые имеют аккредитацию. Сегодня аккредитацию, которую получают в министерстве, которые имеют свою специальную лабораторию для того, чтобы произвести эти замеры, которые имеют своих экспертов, специалистов, которые прошли определенные, получили удостоверения. Вот эти именно организации имеют право проводить спецоценку и выявлять как раз вредные, опасные условия труда. Немножечко прервемся. У нас есть звонок в студию. Задавайте Ваш вопрос. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Петрова Екатерина. Скажите, пожалуйста, директор вчера пришел и сказал, что меня сокращают. У меня ребенку два с половиной года. Скажите, может он это сделать? Или все-таки у меня есть какие-то шансы остаться на работе? Спасибо. Печальная такая история. Вы знаете, довольно часто с такими вопросами мы сталкиваемся. Я так отвечу. Работодатель в принципе вправе по 81 статье трудового законодательства проводить штатные изменения, то есть сокращения в связи с реорганизацией или определенных вопросов. Но он обязан предоставить, в обязательном порядке предоставить те места, которые у него существуют, вакантные, согласие работника. Что касается в данном случае, работодатель не имеет права сократить, извините вас, потому что до достижения ребенка трех лет законам предусмотрен, что работодатель до трех лет не имеет права сокращать данные. Так что тут гарантировано государством, что предусмотрено не имеет права. Еще у нас звоночек есть. Пока отвечали на один, уже поступил другой. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Имеет ли право работодатель игнорировать правительственные дни и сделать их рабочими? В моем случае это ООО. Это уже интересный вопрос. Он тоже, можно сказать, повседневный такой вопрос. Работодатель в связи с его, я бы так сказал, производственной необходимостью, он может производить работу, но привлекать вас без вашего согласия на выполнение в праздничные выходные дни, он не имеет права. То бишь, должен в обязательном порядке быть издан приказ работодателям, вы с этим приказом должны быть ознакомлены, и вы должны дать свое согласие на проведение таких работ. Но, соответственно, и оплата должна быть, соответственно, больше, нежели в обычные дни. Если работодатель не издал приказ, и вас не знакомил, и вас заставляют выйти на работу, и после этого, если вы отказываетесь, он не вправе вам не предъявить никакие дисциплинарные взыскания. То есть только с вашего позволения и согласия, и с изданием приказа. Так, если все-таки вернуться к теме нашей по поводу несчастных случаев на рабочем месте, какова статистика сейчас? Насколько это часто встречающиеся ситуации? Может быть, есть со смертельным исходом, не дай бог? Есть, есть. Ну, знаете, наверное, нет несчастных случаев на тех производствах, где, наверное, оно не работает, но я так хочу сказать, что на протяжении уже нескольких лет у нас на территории Курской области видна тенденция к как бы снижению несчастных случаев на производстве. Ну, несчастные случаи, я так, буквально две минуты. Мы ведем учет и статистику по трем направлениям. Это смертельные несчастные случаи, несчастные случаи с тяжелым исходом, и групповые несчастные случаи, ну, понятно, где пострадало два и более людей. Повторюсь, на протяжении уже нескольких лет как бы идет снижение. Ну, так скажу, в срезе с тем годом на первое число, на сегодняшний день как раз, на первое число, буквально сегодня смотрел, в том году у нас было семь несчастных случаев, я вам скажу, смертельных несчастных случаев, в этом у нас зарегистрировано три несчастных случаев с смертельным исходом, но опять мы их подразделяем как? Как видно, как бы тоже снижение есть, тенденция, как говорится, положительная, но случаи имеют место быть, и как еще хотел сказать, мы обязательно в случае расследуем эти несчастные случаи, но мы их еще определенные берем на учет, некоторые не берем, то есть есть несчастные случаи, где которые произошли, случаи естественной смерти, мы их тоже расследуем, но как бы это другой чуть-чуть учет. Ну, что еще хотел сказать по несчастным случаям? У нас сложилась такая практика уже на протяжении, наверное, 7-8 лет, это существует, помимо того, что мы их расследуем, это предусмотрено законом, собирается комиссия, данные сейчас уже в случае расследовали, направили материалы в фонд социального страхования для того, чтобы человек потом, я не говорю там за смертельный, а за тяжелый и целый, чтобы потом человек мог получать выплаты через фонд социального страхования, если будут утраты трудоспособности. И такая существует, я как бы чуть-чуть отвлекся от темы, областная комиссия по охране труда, где в обязательном порядке, ежеквартальном, под председательством заместителя губернатора Александра Ивановича Криволапова, мы рассматриваем все смертельные несчастные случаи, смотрим причины, какие выводы сделал работодатель, какие изменения там произвел у себя на предприятии для того, чтобы этого не допустить. Вы знаете, как показывает практика, это положительный результат дается. У нас есть еще звоночек в студию, давайте ответим на вопрос. Здравствуйте. Петр Сергеевич, хотелось бы вам задать вопрос по выплате компенсации за неиспользованный отпуск. Уволилась 19-го числа, зарплату выплатили сразу, по поводу компенсации сказали, перезвонят, а вот уже 11 дней ничего не звонят, не говорят. Как бы хотелось узнать у вас поступить в такой ситуации? Это человек, когда увольняется, если у него какой-то отпуск накопился, он имеет право получить за него денежку, да? Да, я понял вопрос. Я так хочу ответить на то, что при увольнении работодателя в день увольнения, в день увольнения, в день издания приказа, увольнение работодателя обязан рассчитать все выплаты, в том числе и за все неиспользованные отпуска. Если работодатель этого не сделал, то, в принципе, вы вправе обратиться к нам в инспекцию, мы посмотрим данный вопрос и, как говорится, укажем на нарушение в данной ситуации. Но при увольнении, в день увольнения, работодатель обязан именно в этот день посчитать все плюсы и отпускные, все, что накопилось. Хвосты все обратились. Конечно, выдать трудовую книжку, в день увольнения рассчитаться, именно в день увольнения. Петр Сергеевич, вначале я сказала, что одно из направлений вашей работы как раз правовые, подобные консультации, которые сейчас мы буквально онлайн оказываем людям. Насколько люди охотно идут к вам? Не боятся ли? Потому что, по сути, конечно, страшновато, вернешься на работу, будет вендето, такая расправа. Вы знаете, вам одно хочу сказать, за последние годы, за последние годы, я скажу, что в принципе нет. Люди не только к нам идут с жалобами, в основном, хочу сказать, если сделать такой определенный средств, мы тоже смотрим по обращению граждан, письменные заявления к нам, потому что мы же не только, хотел сказать, не только занимаемся надзором и контролем, для нас очень важна также является страна, это давать разъяснения, консультации, мы обязаны это делать. У нас, я позже скажу, есть и горячая линия, и комната приема граждан, мы рассматриваем и в части интернет, там тоже к нам обращаются, в электронном виде. Что касается людей, они не то, что не боятся, они больше начинают приходить не только с проблемами, но и зачастую с вопросами, как правильно нам поступить в данной ситуации. Но это больше еще относится к работодателям. Что касается работников, не боятся почему? Потому что с каждым годом где-то процентов на 15-20 возрастает у нас обращение писем, жалоб, заявлений. То есть на сегодняшний день работник, я считаю, это правильно, он начинает за свои права, как говорится, переживать, бороться и правильно делает. Он на сегодняшний день более юридически подкован. И мы рады всегда оказать помощь в любой ситуации, как разъяснить. А все-таки вот анонимно он может обратиться, чтобы потом не последовало никаких? Я как могу сказать, анонимно. Есть 59-й федеральный закон по рассмотрению писем, жалоб, заявлений. Человек может к нам обратиться, мы дадим разъяснение, консультацию. Но провести надзорно-контрольные мероприятия, в 294-м прописаны определенные моменты, которые мы можем рассматривать, которые не можем. Работник может обратиться, попросить о том, чтобы мы не разоглашали данные. В принципе, обращаются, мы таки рассматриваем вопросы, смотрим о предприятиях. У нас есть еще звонок, как зрители активизировались. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я работаю учителем в одной из курских школ. Вот у нас такая ситуация сложилась в этом году. Нас нагружали до 40 часов, вместо положенных 18. А зарплата оставалась примерно на 20-25 часов. И наша администрация объясняла это, так называемой, оптимизацией финансовых расходов. Вот что это такое и правомерны ли действия администрации? Вы знаете, вообще вопрос такой тоже часто сталкиваемся. Конечно же, что касается переработки именно... Ничего себе переработочка. Да, да, да. Тут, конечно, работодатель совершенно не прав, я вам так хочу сказать. Они нарушают трудовое законодательство. А в таких вопросах я вам советую, обратитесь, мы посмотрим, разберем конкретную ситуацию. Я могу потом в конце эфира оставить координаты, данные, куда обратиться. И к нам в трудовую инспекцию. Можете нам и по онлайн обратиться, по телефону. Ну, в данной ситуации, конечно же, работодатель не прав. Он нарушает трудовое законодательство по поводу переработки. Ну, там надо смотреть еще локальные нормативные правовые документы в данной организации. Будет посмотреть, да. Ну, вряд ли там в этих документах практически на два раза переработка. Конечно, 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 однозначно. Ну, просто надо будет посмотреть по поводу оплаты и вообще согласия работников. Но я уверен, тем более это образовательное учреждение, конечно же, там не правы. А с какими чаще всего обращаются вопросами? Вот именно работники, да, вот уже поняли, да, по нагрузке, может быть, по зарплате, да, наверное? Я так скажу. Из где-то 100%, процентов 85% это вопросы, связанные, конечно, с правового характера. Это вопросы, связанные с режимом труда, как вот мы сегодня слышали, да, с режимом выплатами заработной платы, с задержкой заработной платы, с приемом увольнения. То есть вопросы, касающиеся, больше правового характера. Это однозначно на сегодняшний день львиная доля обращений к нам именно в инспекцию. И еще у нас вопрос на сайт есть. Ирина Бибалаева. Я работаю в сфере образования на полторы ставки. Моя зарплата составляла 17 тысяч рублей. После Нового года зарплата стала составлять 8-12 тысяч рублей. Ставка осталась такой же. На вопрос, почему зарплата стала меньше, директор ответил, что кризис. Правомерно ли это? Действительно ли кризис так повлиял на заработную плату? Большое спасибо. Ну, во-первых, неправильно. На сегодняшний день у нас минимальная заработная плата 8,732. На сегодняшний день у нас остановлено. Работодатель не имеет ниже права платить. А то, что ухудшились условия в данной ситуации, то тут работодатель, в принципе, надо посмотреть документы. Он как бы не нарушает минимальную заработную плату. А если полторы ставки? Если полторы ставки. Ну, там тоже надо будет, потому что смотреть, именно в части полторы ставки, там я понимаю, что это было 0,5 за определенную другую, наверное, какую-то работу, наверное, что была доплата. Вот надо будет в данной ситуации. Вы понимаете, что такое трудовое законодательство? Это в каждом случае надо подходить индивидуально и смотреть. Тем более, это в области образования, медицины, где на сегодняшний день у нас 597 законы, это, да, стимулирующих. Там надо в конкретной ситуации смотреть ситуацию. Я думаю, что там, наверное, будут нарушения. Химичит у нас что-то в образовательных учреждениях. Да нет, я бы не сказал, что, вы знаете, я бы не сказал, что там химичит, нет. Просто многие вопросы на сегодняшний день приводят как бы в норму, тоже смотрят на сегодняшний день. Мы к первой проверке. Я бы не сказал, что в области образования или медицины есть большие нарушения. Да, есть, да, они типичного характера носят. В основном это носят, конечно же, вот именно вопросы касающиеся стимулирования. Ну, а в целом, в принципе, стараются выполнять. Но какое же наказание грозит работодателям, которые хитрят, нарушают закон? Ну, закон предусматривает в данных ситуациях это административное наказание на должностное лицо, да, и, конечно же, на юридическое. На сегодняшний день, точнее сказать, с 1 января 2015 года в части охраны труда значительно, конечно, увеличились административные штрафы, там, до 200, там, 300 тысяч рублей за определенные нарушения, это связано со спецоценкой, это спецодеждой, это обучением, выдачей средств индивидуальной защиты, вот. А так, конечно, административные наказания. Ну, самое, можно сказать, такое, одно из тяжелых, как сказать, нарушений, да, когда работодатель не выплачивает заработную плату постоянно, регулярно, не выполняет предписания государственной инспекции труда. Есть такое, также, можно сказать, норма закона, вправе составить административный протокол, направить суд на дисквалификацию данного руководителя, и суд рассматривает эти вопросы, вот, ну, где-то года до трех лет могут дисквалифицировать именно с рабочего министра работодателя. Но это уже, когда, как сказать, когда уже имеет тенденция, имеет поочередность, постоянно не выплаты заработной платы на определенное время предприятия. Или же мы направляем материалы, там, где тоже нерадивые работодатели, они хотят платить заработную плату более двух месяцев, и это продолжается на протяжении определенного времени. Мы также материалы направляем, составляем, направляем в следственные органы для рассмотрения вопросов уже другого характера, не административного, а уже, понимаете, направляем в следственные органы. А если вот Вы говорите, не выплачивать зарплату, а может, тогда не стоит на работу ходить? Ну, это имеет право работника? Имеет, конечно, право. Имеет, если он не выплачивает заработную плату, в определенное время работник может уведомить работодателя о том, что он перестанавливает свою, конечно, имеет право. Потому что такие случаи тоже, наверное, нет. Есть, имеются законы, предусмотрены там, есть в Трудном полосе, где имеют право. Время нашего эфира подходит к концу. Вот так неожиданно. Да, конечно. Вот поэтому возможности у телезрителей уже не будет вам задать вопросы. Расскажите, как можно обратиться в госинспекцию, где вы находитесь, может быть, горячая линия и интернет, да, общение, каким образом можно наладить. Вы к нам можете обратиться по телефону, горячая линия 52-98-32, 52-98-23. Или территориально мы находимся в городе Курск, улица Зеленая, 30, вот в любое время к нам. И также у нас на сайте ГИД Курск к нам обратится с заявлением о той или иной проблеме. Не только за заявлением, но и за разъяснением и консультацией. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Надеюсь, что несчастных случаев у нас точно будет меньше, лучше вообще, чтобы не было. Ну и хочется верить, что права работников тоже соблюдались, чтобы все трудились, законно-законно получали зарплату и законно отдыхали. Спасибо вам большое за общение. А вам не напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова